Ребята, всем привет, с вами Роман и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня по вашим просьбам мы будем лепить демогаргона из сериала Очень странные вещи. Друзья, а перед тем как мы начнем лепку, предлагаю вам заценить канал Люник. Зомби-школьник из пластилина, глазастая змея-лизун, залипательный медведь из кинетического песка ждут вас на канале Люник. Подписывайтесь, ведь там скоро выйдет видео с лепкой зомби-гаргонтьюа из игры зомби против растений. Ссылка на канал Люник в описании под этим видео. Для лепки демогаргона мне понадобится пластилин серого цвета, красного и белого. А в качестве каркаса фигурки буду использовать алюминиевую проволоку. Из пластилина серого цвета сразу слеплю все основные элементы фигурки. А для того, чтобы было проще соблюдать пропорции фигурки-прилепки, я буду использовать вот такой рисунок. По этому рисунку я и делал каркас. В 2015 году братья Мэтт и Рост Дафферы, вдохновленные книгами Стивена Кинга и фильмами 80-х, выступили перед руководством компании Netflix с презентацией нового сериала. Выглядело это настолько убедительно, что компания практически сразу купила права на экранизацию. До этого Дафферам отказали по меньшей мере 15 студий. Очень странные дела это не только хоррор, но и комедия о взрослении, семейная драма и конспирологический триллер. В сериале Очень странные дела немалая роль отведена чудовищу, которого главные герои зовут Демогаргоном, в честь классического монстра из настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. В сериале оно обитает в мрачном параллельном мире, похищая жертв через разломы в пространстве. Демогаргоны обладают коллективным разумом и подчиняются свежевателю разума. Демогаргоны очень умные существа. Их интеллект равен человеческому, так что они животными не являются. В сериале Дастин Хендерсон нашел маленького демогаргона, что позволило проследить стадии развития этих существ. Демогаргонский жизненный цикл состоит из нескольких фаз. Если их кормить, они быстро развиваются. При смене фаз они сбрасывают кожу. В первой фазе демогаргоны-личинки похожи на обычного слизняка. Они такие же маленькие, но слегка отличаются цветом. Личинки обычно темно-зеленые с желтыми точками. Личинки обитают в телах жертв демогаргонов. Во второй фазе существо было размером с ладонь, а его цвет был желто-зеленым. У существа был хвост, руки и крошечный рот. Демогаргон боялся яркого света и с удовольствием съел предложенные ему сладости. В третьей фазе, после личинки, демогаргон Дастина стал темно-зеленым и вырос. У него появилась пара ног, и благодаря четырем конечностям он стал способен быстро передвигаться. Существо стало больше, его хвост также вырос и стал толще. В четвертой фазе, дарт еще больше вырос и стал размером с собаку. Его конечности стали длиннее, а кожа темнее. Его рот стал больше и он раскрывался подобно цветку. Так что можно было видеть ряд острых зубов. К этому моменту, дарту надоела нуга, его стало привлекать мясо. Демогаргон выбрался из своего аквариума и съел кошку. Далее, в пятой фазе, демогаргон Дастина продолжил расти и стал размером с датского дога. Он смог прорыть туннель и выбраться из подвала, где его заперли, и стал гораздо сильнее. На этой стадии, дарт объединился с другими демогаргонами и стал очень злым. Однако, в нем сохранились остатки былой привязанности к Дастину. В шестой фазе демогаргон, с которыми столкнулись жители Хоукинса, в 1983 году был уже взрослым. Он стоял на двух ногах, в отличие от существ на предыдущих стадиях развития. У него также уже не было хвоста. Высокий с длинными корявыми руками и ногами хищник. Зрительный аппарат отсутствует, слуховой и обонятельный не локализуются, но существо ориентируется в пространстве, опираясь на эти чувства. Абоняние развито хорошо, жертву ищет по запаху, особенно если присутствует запах крови. Его ротовой аппарат представляет собой челюсть из пяти лепестков, что придает сходство с рафлезией или орхидеей. Помимо нападения и питания, рот существо раскрывает также для устрашения, обнажая несколько рядов острых зубов. Кожа очень крепкая, пули не берут. Обладает способностью к открытию своеобразных кортовых нор из одного измерения в другое, которые с течением времени исчезают. Вот такая, ребята, информация по этому персонажу, ну а я продолжаю лепку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Туловище готово, теперь будем лепить голову. Как я уже и говорил, рот демогаргона состоит из пяти лепестков. Субтитры создавал DimaTorzok Внутреннюю часть рта покрою пластилином красного цвета. Далее из белого пластилина будем лепить зубы. Зубов у этого персонажа достаточно много, поэтому мне пришлось потратить довольно-таки много времени на их лепку. В общем, ребята, вот такой демогаргон у меня получился. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал. Также можете подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и поставить колокольчик в верхнее положение «Все», чтобы получать все уведомления и не пропустить новые выпуски. Ссылочки на наши группы в соцсетях вы найдете в описании под этим видео, можете вступить. Далее, как обычно, будут приветы от Котовилли и фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете в нашу группу ВКонтакте. Приветы от меня сегодня получают Наталья Горечевская, Эльфик Маша и Кирилл Кокин. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok